Лариса Кириллова Лариса Кириллова Лариса Кириллова Лариса Кириллова Лариса Кириллова территориальной реформы и возможного выхода Илукского края из состава Аугждауговского. Мы уже руководствуемся тем, какие есть решения суда Сатверсма. И анализируя эти решения, мы видим, что присоединение Илукского края к Аугждауговскому не было обоснованным. Суд Сатверсма такое заявление сделал в деле по двум краям – об Илукском и Озолникском, что они были присоединены к более крупным краям необоснованно. Почему? Потому что у Аугждауговского края нет центра развития. А в 2029 году, когда было запланировано объединить Аугждауговский край с Даугавпилсом, этим центром должен был стать Даугавпилс. Но мы сегодня очень активно дискутируем на тему создания таких огромных краев. Что это на самом деле неправильно, потому что центры власти будут сильно отдалены от жителей. И это после действующей реформы мы уже видим. Я на заседание комиссии вызвала представителей тех краев, которых нет в Краевой думе. Ясно, что у нас есть две территории – городская и сельская. У каждой есть своя модель управления. У городской в это управление входит, например, общественный транспорт. В свою очередь, у сельской территории эта модель управления совсем другая. В итоге, объединив их, появится своеобразная кисель. То есть мы возложим на город требования управлять сельской территорией, но он вряд ли захочет и вообще хочет этого. И сегодня мы уже видим, что эти примеры печальны. И чтобы не способствовать отдалению жителей от власти и им самим решать о месте, где им жить, мы решили, что в создании огромных краев нет необходимости. Что нужно управлять сельской территорией по одной модели, поэтому объединять города и края необоснованно. И то, что Аугждаговская дума приняла решение об отделении Илухского края, говорит о том, что это жители сами решили. К такому решению пришла и Елговская дума. Я считаю, что нам нужно считаться с мнением местных депутатов так же, как и с мнением самих жителей, которые выбирали этих депутатов. Неоднократно спикер Сейма посещала государственную границу. Недавно она побывала там еще раз. По словам Дайги Мерине, на месте можно более детально ознакомиться с проблемами и подыскать варианты их решения. И уже сейчас на законодательном уровне принят ряд изменений. Нужно сказать, что мы плодотворно поработали. Мы активно сотрудничаем с Министерством сообщений внутренних дел. Теперь баги пограничников могут использовать и на дорогах общего пользования. Это было то, что я заметила еще в свой первый визит. И это решение существенно улучшило рабочие условия наших пограничников. Кроме того, мы разрабатываем изменения в законе о защитной полосе. Как я уже ранее упоминала, это необходимо для того, чтобы быстро реагировать. Для этого мы планируем увеличить защитную полосу. Это даст возможность лучше заботиться об инфраструктуре. Также мы начали разговор об увеличении заработной платы. Для пограничников этот вопрос должен быть приоритетным в следующем году. В Якопилсе продолжается самый масштабный строительный проект в истории города. Речь идет о восстановлении защитной дамбы на Далгове. С учетом опыта прошлогодних сильных паводков, сегодня укрепляются откосы противопаводковой конструкции, а также строятся новые системы. Подробности в сюжете наших коллег из Якопилса. Если бы такой прорыв защитной дамбы в районе Далгове произошел во время наводнения в январе прошлого года, то большая часть Якопилса оказалась бы под водой. Но сейчас опасения беспочвены, поскольку критическая ситуация была создана намеренно и никаких негативных последствий для населения не имела. Строители раскопали фрагмент защитной дамбы, в результате чего можно было увидеть элементы конструкции самой плотины, строительство которой началось после наводнения в 1981 году. Вы прекрасно здесь можете увидеть, как создавала защитная дамба города Якопилса и что находится под ней. Здесь мы достигли слоя доломита. Над слоем доломита находится слой глины, а над слоем глины образовавшаяся насыпь. А дальше мы видим старый асфальт. Это то время, когда защитной дамбы еще не было. Это был старый асфальт улицы Плявиню. Строители раскопали защитную дамбу Даугу в двух местах – возле парка Струва и на улице Варпу. Представители фирмы Якопилс ПМК поясняют, что такие работы будут проведены еще в пяти местах с целью создания систем противозатопления. Дренаж будет построен на сухом склоне плотины по всей ее длине в черте города. Протяженность 5 километров 200 метров. Дренаж будет размещен таким образом, чтобы перехватывать грунтовые воды, попадающие через плотину в Даугову. Создание крупнейших противопаводковых систем запланировано в двух местах – возле парка Струва и в конце улицы Вестура. Сооружение будет построено с железобетонными стенами толщиной 30 сантиметров и высотой около 8 метров, большая часть из которых не будет видна, поскольку будет находиться внутри плотины. Если в зимний период работает обратный клапан, то эти воды поддаются насосами, которые очень мощные – 600 литров в секунду. Я не преувеличиваю. Их будут перекачивать обратно в Даугову, гарантируя тем самым, что подножия плотины и сама плотина всегда будет оставаться сухими, и грунтовые воды не будут ее подтапливать. С другой стороны, небольшие противопаводковые системы будут состоять из двух колодцев. Один будет собирать воду, а другой не позволит ей попасть за плотину в случае наводнения. Жителям не стоит беспокоиться, поскольку после возведения сооружения все ямы здесь будут засыпаны. И противопаводковые системы не будут препятствовать передвижению людей по дамбе. Сейчас на объекте ведутся активные работы. В среднем ежедневно здесь задействовано от 70 до 80 рабочих, представляющих 8 строительных компаний. Параллельно со строительством противопаводковой системы рабочие укрепляют и откос дамбы. Сухой склон будет уложен геотекстилем, и слой почвы будет восстановлен. А мокрый склон будет состоять из гораздо большего количества слоев. Слажные стороны – это плохо фильтрующаяся почва. Минеральная почва с коэффициентом фильтрации ниже полутора метров в сутки. Далее идет слой из бентонитовой глины, удерживающий воду. При контакте с водой он убухает и не пропускает ее. В рамках проекта предусмотрено восстановление улицы Плябенью вдоль плотины. На данный момент ведется строительство дренажной напорной канализации, но еще планируется восстановить части плотрассы, а также систему освещения. В этом году планируется завершить работы, связанные с безопасностью плотины, а в следующем построить рекреационные и экологические объекты. Контракт на строительство защитной дамбы является самым дорогим в истории Екополса. Стоимость проекта составляет более 16 миллионов 900 тысяч евро. Это европейские деньги, которые были получены из Европейского фонда регионального развития. Также часть финансирования – это доля государства и самоуправления. Длительная засуха латгальских фермеров пугает уже не на шутку. Что будет с урожаем, сегодня их беспокоит больше всего. И хотя местами дожди прошли, но вот беда – влага осталась только в верхнем слое почвы. Подробности в сюжете наших коллег из Рызыкны. Латгальский фермер Артур Тюш обрабатывает около 500 гектар земли, которые расположены на территории Лузновской, Макунь-Каунской и Озен-Лаинской волостях Рызыкнинского края. Он занят выращиванием озимой пшеницы, рапса, а также гороха и овса. Вроде бы все хорошо, но три недели засухи стали настоящим испытанием для крестьянина. А на одном из полей, где посажен овес, и вовсе появилась тлям. Нехорошо это. При укусах она распространяет вирусные заболевания. В последние несколько дней дождь лил локально. В среднем в мае в регионе выпало 25 мл осадков. На Педровской стороне границы в Красновском крае всего 7 мл осадков, а норма около 60. Из-за засухи растения не получают достаточного количества питательных веществ, задерживается их рост и рост других летних растений. На склоне горы те летние растения проросли. На вершине, где было посуши, их там еще нет. От границы Карсова до Зилупы вокруг озера разно. Лубанская сторона имеет более выраженный темный цвет. Это значит, что сухость верхнего слоя почвы в данный момент была более выражена, чем в других регионах Латвии. В одном месте есть осадки, а в другом их вообще нет. И это все происходит в пределах одной волости. Поля Рапса подлузновые, промокшие, размытые. Первую дочь здесь прошел только на этой неделе. Сельскохозяйственные поля невозможно застраховать от жары и ее последствий. Но, чтобы доказать страховщикам пагубное влияние засухи в конкретном месте, то, по мнению фермеров, в стране необходимо увеличить количество метеостанций. В настоящее время в Латгале таковых только пять. «Это поистине общенациональная проблема, которую лично я считаю необходимо решать и срочно. Да, в стране есть частные метеостанции, и они подходят для принятия собственных внутренних решений. Но если вам нужно доказать отсутствие или переизбыток осадков, то они не подходят». Фермеры отмечают, что, несмотря на засушливую погоду, все-таки сегодня больше их беспокоит другая проблема, связанная с морозной зимой и прохладной весной. Оказывается, озимый рапс в Латгале практически вымерз, а зимая пшеница сейчас уже начала желтеть. Следовательно, урожайность будет ниже. «Если бы не было такой жары, то растения, как и люди, чувствовали бы себя гораздо лучше, не испытывали бы стресса. А так, сегодня мы видим, что даже трава во дворах домов растений хочет, а во многих местах и вовсе выгорела». Фермеры признаются, что судить о летнем урожае пока еще рано, и в настоящее время они продолжают сеять с ячмень и гречку. Часть работ проводится в ночное время суток, когда прохладно. 1 июня в Дагуэпилсе на дорогах было неспокойно. Несмотря на все предупреждения стражей порядка, избежать неприятных инцидентов не удалось. В одном из них серьезно пострадала участница, знаменитый не только в Латвии, но и за ее пределами группы Варенкнот. Девушка была сбита машиной на пешеходном переходе на перекрестке улиц 18 Новомбра и Нометню. Подробности далее. Констатация факта со стороны госполиции и не более. В субботу, 1 июня, на пешеходном переходе на перекрестке улиц 18 Новомбра и Нометню, водитель автомобиля BMW сбил человека. На место происшествия были вызваны сотрудники неотложной медицинской помощи и пострадавшая была госпитализирована в Дагуэпоскоргиональную больницу. По факту произошедшего начато административное дело производства. Обычная информация и без комментариев, но именно это событие разделило жизнь близких Елены, девушки, которая в ту злополученную минуту оказалась на этой зебре, на до и после. Сегодня говорить об этом публично родители и близкие люди не в силах. Спокойно не получится. И понять их можно. Ведь после того, когда водитель BMW, кстати, тоже молодая девушка, сбила Елену, пострадавшая до сих пор находится в отделении интенсивной терапии и реанимации ДРБ. Состояние тяжелое. По словам близких Елены, у нее констатирована черепно-мозговая травма, в результате чего она не может дышать самостоятельно. Поэтому и было принято решение о ведении пациента в искусственную кому. Близкие рассказывают, что Елену ожидают переезд в одну из рижских клиник. Ей необходима помощь специалистов челюстно-лицевой хирургии. Но пока девушка не транспортабельна. Таково заключение врачей. Что касается самой аварии, то по неофициальной информации Елена переходила дорогу по пешеходному переходу в направлении Гайка. До тротуара оставалось несколько шагов, но сделать их она не успела. Произошло столкновение, в результате чего ее откинуло на несколько метров от места ДТП. Пока на месте аварии медики оказывали девушке первую медицинскую помощь, ее близкие понять не могли, куда она запропастилась. Ведь 2 июня концерт долгопольской группы Варенг Норд, членом команды которой она тоже является. И только ближе к двум ночи ее родители и молодой человек узнали о том, что произошло. Ну а концерт, приуроченный ко дню города и десятилетию группы, по понятным причинам, не состоялся. Говорить о том, что для Елены скоро все закончится, сегодня нельзя. Положительной динамике ее состояния врачи пока говорят, но очень осторожно. На сегодняшний день главная задача стабилизировать пациентку и перевезти в Ригу. Несомненно, лечение и реабилитация Елены будут долгими и дорогостоящими. В этой связи сегодня объявлен сбор средств для оказания финансовой помощи девушке. Реквизиты на экране. Что касается водителя БМВ, которая по какой-то причине не заметила пешехода на зебре, а если и заметила, то не предотвратила наезд на пешехода, то на все эти вопросы предстоит найти ответ сотрудникам государственной полиции. В понимании многих людей театральный фестиваль – это своего рода праздник для избранных, которые принадлежат в той или иной мере к миру театра кино. Но если мы говорим о Дагубинском театральном фестивале номер три, то это скорее всего театральная лаборатория, которая позволяет творческим людям создать нечто новое, идущее вразрез с мнением своих коллег по цеху. На фестивале побывала и наша съемочная группа. Дагубинский продолжает свою работу театральный фестиваль номер три. Это особенная творческая площадка, которая дает возможность не только режиссерам, актерам, драматургам попробовать нечто новое, но и зрителям оказаться в роли актеров, а после спектакля за кулисами принять участие в обсуждении театральной постановки. Театральный фестиваль номер три – это проект, который стал возможен благодаря сотрудничеству Дагубинского театра с Рижскими театрами. В рамках фестиваля задуманы не только показы спектаклей, но и профессиональные дискуссии, и непрофессиональные, то есть после каждого спектакля у зрителя есть возможность остаться и поговорить с творческой группой или с руководителями театров, узнать подробности, может быть, поспорить в том числе, и этот формат у нас впервые. На одно дело, когда за всем этим хорошим смысле слова безумием наблюдают зрители, которые готовы принять участие в любом театральном эксперименте и совсем другое – профессионалы. В день открытия фестиваля была вот эта первая попытка, на которую я смотрел чуть более скептично, а именно пригласить зрителей после спектакля пообщаться. Каково же было наше приятное удивление, когда таковых оказалось много, мы даже вынуждены были доставлять кресло, потому что думали, что, может быть, вообще никто не захочет или постесняется. Есть та часть нашей аудитории, которая не просто является любителем театра, а это люди, которые хотели бы заглянуть за кулисы театра не в прямом, а в переносном смысле. Что стоит за постановкой, что за идеей, может быть, даже с пристрастием допытаться у создателей, почему так, а не по-другому. А этот интерактив, он дает возможность и творческой группе самой тоже держать нос по ветру, и не почивать на лаврах, а все-таки чувствовать, что есть эта обратная связь. Я ни на мгновение не собираюсь оправдывать Роя. Я просто допускаю возможность, что эта связь не была спланирована заранее. Что позвонил тебе, он и сказал, что задержится просто по какой-то другой причине, только и всего. Именно поэтому, малыш, я рекомендую вам поговорить, но только потом уже реагировать в полную силу. И повторяю, что говорю это не ради Роя, говорю ради вас обоих. Почитатели театра готовы принять и понять все то, что им предложат сценаристы, режиссеры, актеры. И театральный фестиваль номер три тому подтверждение. Лишних билетов нет. Но какого результата хотят достичь профессионалы, создавая такой формат, такой контент? Я бы, наверное, хотел, чтобы чего-то не произошло. Говоря о современном театре, мне бы очень не хотелось, чтобы современный театр полностью стал стандартизованным, и, скажем, только бы увлекался трендами, пусть это и тренды европейского театра. Я все-таки полагаю, что театр – это не Макдональдс. Олег Шапошников подчеркнул, что театр не должен загонять себя под какие-либо стандарты, поскольку театр – это здесь и сейчас, и для конкретного человека. Театр всегда – это диалог тех людей, которые встречаются в конкретное время, в конкретном месте. И поэтому вот так огульно следовать только каким-то новомодным тенденциям, делать театр только таким, какой он воскребован, скажем, в Центральной или Западной Европе, это означает лишить зрителя естественного влечения к театру, которое, например, мы наблюдаем в нашем городе в том числе. И именно мне бы хотелось, чтобы мы предоставляли возможность зрителям смотреть много разного, даже может быть то, чего и не по душе, для того, чтобы знать, но ни в коем случае не лишать возможности зрителя выбора. Театральный фестиваль номер три завершится уже в эту субботу. Театральная постановка и чучи спилмэндинь. Для самых маленьких зрителей в возрасте от девяти месяцев до двух лет в исполнении актеров Латвийского кукольного театра. И в завершении программы о погоде. В конце этой недели, на следующей неделе в Латвии будет прохладнее, чем было в минувшие три недели. В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Будет преобладать западный ветер от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха понизится до плюс восьми, плюс пятнадцати градусов, а в ночь на субботу столбики термометров местами опустятся до отметки плюс пять, плюс семь. Максимальная температура воздуха днем в основном составит плюс шестнадцать, плюс двадцать один градус. Похожая погода ожидается и на следующей неделе. Вероятнее всего, осадков будет немного. На части территории Латвии продолжится засуха, а также сохранится высокая пожароопасность в лесах. Жара может вернуться уже в Латвию после пятнадцатого июня, когда воздух прогреется до плюс тридцати и выше. С возвращением жары вероятны и разрушительные грозы. На этом все. Всем хорошего вечера. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok